Начинать, наверное, с того, что поблагодарю вас за интерес. Такой же интерес проявляют все мои коллеги в Организации Винных Наций. Они не безразличны, они переживают вместе с нами, они сочувствуют. И вчера от них принималось соболезнование в связи с теми жертвами, которые, к сожалению, появились из-за этого противостояния. Я, пользуясь этим случаем, хотел бы от имени нашего коллектива передать всем семьям погибших в этом конфликте наши глубокие соболезнования. Поэтому безразличия нет, которые допускают политические лидеры отдельные, парламентские некоторые группы. Мы не видим и не слышим вот такой категоричности стороны лидеров государств и лидеров Организации Винных Наций, и всей системы Организации Винных Наций. Есть беспокойство с тем, что происходит. Есть призыв к тому, чтобы все стороны конфликта соблюдали правила, которые бы обеспечивали или гарантировали безопасность для людей, для граждан, находили методы урегулирования. На этом построен основной посыл Генерального секретаря ООН. А хочется узнать, может быть, Вы вас просили о встрече, может быть, Вы встречались с какими-то конкретными людьми. Нам интересно понять, с кем конкретно и были ли такие беседы, серьезные, на тему происходящих в Украине событий, сегодня, вчера. Да, конечно, мы встречаемся в постоянном режиме. Есть члены Совета Безопасности, которые и хорошие друзья, с одной стороны, и очень профессиональные дипломаты, они понимают, что происходит, и хотели бы каким-то образом помочь. Они понимают, что у нас мирный протест, который происходит, в него постоянно кто-то вмешивается, и оно переходит в то недопустимое, что называется уже в недопустимое, то, что в любой стране осуждается, это когда все переворачивается в массовые беспорядки. А кто-то вмешивается, Вы сказали, кто вмешивается? Есть люди, которых не называют, или политические группы, которые называют те, которые бегают в масках, и вот сегодня уже говорят о том, что есть две части. Есть Майдан, где все проходит в мирном таком русле, и есть Грушевского, где идут массовые беспорядки. И на это обращают внимание и понимают, что что-то здесь не так, что есть силы и в оппозиции, и во власти, которые хотят мирного решения и понимают друг друга, а есть те, кто подзадаривает и толкает людей на вот такого рода противостояния, тем самым ставя их на грань закона. Есть ли все-таки вероятность того, что будет прервана дипломатическая связь между Украиной и Европейским Союзом, Организацией Соединенных Наций? Могу даже категорично сказать, такая связь не прервется. Более того, то, что сегодня в эти дни в Киеве будет комиссар Европейского Союза Фюли, и уже заявлено про визит на следующей неделе госпожи Эштон. Это говорит о том, что есть заявление, есть беспокойство, но тем не менее процесс не прерывается. Это значит то, что есть уверенность в заявлениях власти, а это заявление было сделано, и расследование идет, что же все-таки произошло, кто стрелял, потому что поверить, что власть могла спровоцировать такую ситуацию и сама себя подставлять, очень сомнительным есть и для моих коллег в ООН, для многих. И я думаю, что это и понимают и в Европейском Союзе. Уверен, что никто, кто себя называет украинцем или гражданинами Украины, ни в какой гражданской войне не заинтересован. Все, что происходит сейчас в Украине, каждый должен быть понятен. Кто это такой? Кто бросает коктейли Молотова? То есть вы поддерживаете закон? Закон, принятый, новый пакет законов, где кстати... Я это не сказал. Я это не сказал о том, что я поддерживаю, не поддерживаю, не мне судить суть закона. Я поддерживаю то, что есть и в любой стране. О том, что есть мирная демонстрация, а есть массовые беспорядки. Понимаю, что есть люди с одной и с другой стороны. Они на грани каких-то эмоциональных срывов. Тем более нужно быть сдержанным. Тем более... Но все это требует, конечно, мудрости, разума с одной и с другой стороны. Если оппозиция контролирует только часть протестующих, то вот как договариваться с той частью, которая сегодня неконтролируемая? И как сделать так, чтобы мирные протестующие не оказались заложниками тех, кого сегодня опознать нельзя? Я не говорю про маски. Можно это сравнить ситуацию в Сирии? Возвращаясь опять к тому, что все можно сравнивать со всем, и ничего не сравнимо. Потому что разные причины, разная природа. В основе любого такого конфликта и протеста, конечно, недовольство. Недовольство какой-то политикой, недовольство принятием законов этого пакета. Недовольство, первое, это недовольство части населения, большой части, которые ожидали все-таки подписания соглашения с Евросоюзом. И оно перенеслось на другое время. И вот они начали выражать свой... То есть разные причины, разные мотивы. И это же и касается и Сирии. В основе начинает какой-то простой протест, который неудовлетворенно переходит в другой. Так вот, чтобы это не превратилось в нежный ком и не усложнялось, конечно, решение нужно искать сейчас. Надо было просто подписывать договоры в ассоциации. Вы понимаете, все сложно. Все ли мы правильно сделали с переговором с Европейским Союзом, чтобы не допустить иной социальный протест через какое-то время, когда неудовлетворение от этого подписания могли бы получить, я не знаю, сельскохозяйственные производители, потому что вступали бы какие-то определенные правила. Я не хочу залазить в область, где я не до конца компетентен, но предполагаю, что если Соединенные Штаты ведут длительный переговорный процесс с Евросоюзом о зоне свободной торговли, где тоже не все так просто и оно связано с интересами экономическими, то и в нашей ситуации, если что-то не было до конца сделано, это, конечно, нехорошо, что в последнюю минуту увидели эти проблемы, что, в общем-то, президент и увидел, и министерства, которые этими занимались, экономического профиля, конечно, они получили не просто разгоняя там, и увольнения пошли, потому что они не довели свою работу до конца. И сейчас работа как бы повторяется, и перспективы Евросоюза в нашем измерении, поскольку то, что мы подписываем, это ассоциация не для членства, это ассоциация для партнерства, это как бы разные уровни ассоциаций по сравнению даже с балканскими странами. Но, очевидно, не хватало вот этой точности, где проблемы возникли, особенно в последние месяцы, когда ожидали иного развития наших договоренностей с Международным валютным фондом или с Банком реконструкции развития. И вот что-то не получилось, не сложилось, и на этом строилось решение перенести подписание, продолжить переговорный процесс по экономической части, по политической части проблем никаких не было, но по экономической части. Но вот это, конечно, вызвало непонимание у людей, поэтому они вышли на улицы. Но вот мирный процесс, к сожалению, потом был прерван опять-таки провокацией, когда спровоцировали конфликт с силами правопорядка разные, а пострадали в то время студенты. То есть, очевидно, это та грань, где дальше нельзя допустить, чтобы вот этот шар проблем снежный, этот ком, он дальше катился. — Чувствуете ли вы давление какое-то со стороны коллег? Есть ли у вас ощущение, что на вас давят, задают слишком много вопросов, постоянно как-то вот держат вас под напряжением? — Коллег по организации биоинвестрации? Нет, я этого не ощущаю. Не ощущаю, почему? Потому что здесь есть свои правила общения, где мы зависим друг от друга в решении многих вопросов, потому что принимаются резолюции, все ищут поддержки. Есть проблемы, которые есть в Палестине, проблемы. Я могу принимать их или не принимать, но я с послом Палестины разговариваю в такой манере дружеской, потому что надо помогать искать решение проблемы, а не каждый день говорить, вот вы там плохие или вы там плохие. Надо помогать им решать, понять, где их государственность, имеет ли они полноценное правительство, какие гуманитарные проблемы они должны решить, в том числе при нашей помощи. То есть давление такого нет. Такого нет.